Всем привет, дорогие друзья! Подоспел новый видосик, а значит сегодня пятница. И тема нашего выпуска это будет обновленная легкая линейка табака Smokey Bull. Сразу бросается в глаза полный ребрендинг, который произвела компания. Они полностью поменяли фасовку и полностью поменяли сырье и технологию приготовления. Сейчас же табак фасуется в вот такие 100 граммовые баночки. Так же, как и крепкая линейка, разница только идет в этой крышке. На более легкой линейке идет золотая крышка, уже она крепкая, черная. Но крепкая я сниму отдельный выпуск. Ранее они фасовались вот в такие 100 граммовые пакетики. Круто, что ребята отошли от этого, так как это было неудобно. Нужно было табак пересыпать в контейнеры. Ну и вот как-то вот так вот. А сейчас ничего покупать не нужно. Это помимо того, что довольно удобно, это еще и выглядит в принципе довольно статусно. Такая вот баночка довольно неплохая. Табак стал более ярким, более жаростойким. Количество вкусов снизилось. Сейчас оно насчитывает 27. Если год назад было около 35 примерно. Самые нестабильные вкусы ребята убрали, оставили 27 самых оптимальных. И еще недавно промелькнула такая информация, что до конца мая планируют выпустить новые 15 вкусов. Какие именно они еще не анонсировали. Табачный лист используется здесь в Вирджиния Голд. Аромки из Германии, Малайзии и США. В принципе, поэтому ничего не поменялось. Кстати говоря, о нарезке. В некоторых банках я заметил, что она немного отличается. Она довольно мелкая, как и было в принципе ранее. Но мне попалась одна банка, в которой нарезка очень напоминала Fusion. Кто не пробовал Fusion, возможно что-то типа Amra. Она очень-очень была мелкая и похожа на пластилин. Возможно, какая-то с неудачных партий, хочу сказать, ребят. Не нужно делать такую мега-мега мелкую нарезку, которая мне попалась. Вот в принципе, такая как идет стандартная. Ну вот мелкая, такая как у вас была всегда. Она самая оптимальная, она удобная в работе. Дополнительно резать ее не нужно. Табак начал немножко больше липнуть к рукам. Наверное, это из-за большего добавления глицерина, так как табак стал более дымным. Вообще, ребрендинг это, я считаю, всегда хорошо. Так как это означает, что производитель готов меняться, готов адаптироваться под своего клиента. На самом деле, это круто. Это видно как минимум в уфасовке. Так как кальянные довольно часто жалуются, что табаки, которые приходят, ну неудобно как-то с ними работать. Здесь они сразу позаботились об этом. То есть просто берем банки, просто с ними работаем. Это круто выглядит, это удобно. Ну в принципе, это классно. Я не знаю, насколько это удорожило производство. Но на цене это никак не сказалось. Так как в рознице вот такая вот 100-граммовая у банка стоит 130 гривен. Какие же изменения коснулись табака? Он стал более жаростойким. В принципе, он в касание заходил и год назад более-менее нормально. Но он быстрее сгорал. И уже где-то через 30-40 минут можно было ощутить падение вкуса. А через 50 полностью перезабивать чашу. То сейчас же средняя продолжительность курения составляет уже 60 минут. Что не может не радовать. Не могу не отметить улучшение технологии приготовления табака в лучшую сторону. Так как сейчас он курится намного мягче. И вкусы раскрываются намного лучше. Сейчас пробежимся по вот этим вкусам, которые представлены у меня здесь. Первое это малина. Яркая, хорошая малина. Мне она очень понравилась. Здесь ананас. Ананас конкретно с легкой линейки я еще не пробовал. Но мне что-то подсказывает, что не сильно он будет отличаться от крепкой. Крепкой он был довольно вкусный. И мне понравился. Саммер мохито. Летний мохито. Так же само. Вот это вкус, о котором я говорил несколько недель назад. Здесь нет вкуса мохито. Здесь есть мятная, хорошая жвачка. Очень круто зайдет в миксах. Но в соло она мне не сильно понравилась. Далее. Банан, клубника, лед. Банан, клубника, лед. Нормальный вкус. Мне он показался капельку химозным. Не знаю, возможно я придираюсь, но это лично мое мнение. Далее. Лесные ягоды. Очень классно, намного лучше, чем в крепкой линейке. Так как там они были немножко фоновые. А здесь они такие яркие, классные. Мне понравилось. И последний вкус. Это французский пирог. Как я и говорил, это один из самых ядерных, самых крутых вкусов. Так как аромка, аромка в принципе легла довольно неплохо на лист. Но на этот вкус прям овер, овер максимум. Потому что если курить дома, то будет слышно даже на лестничной клетке. Вот реально настолько едкий, настолько мощный вкус французского пирога. К сожалению, ребята не планируют никакой другой фасовки, кроме как 100-граммовой. Плохо это или хорошо, к сожалению, я не знаю. Но я бы ввел еще, возможно, 200 или 250 грамм, для того, чтобы кальяным было удобнее заказывать какие-то топовые вкусы. Что ж, вот в принципе и все. Ребрендинг, могу сказать, получился довольно удачный. Ребята идут в правильном направлении. Одним словом, молодцы. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте большие пальцы вверх. И не забывайте. Курите правильные кальяны и смотрите правильные обзоры. И до скорой встречи. Пока.